Обязать молодоженов заключать брачный контракт с таким предложением в Государственную Думу страны обратились депутаты Ленинградской области. Ольга Пырочкина выяснила, что думают по этому поводу жители нашей республики. Насколько килограммов в год может полнеть жена? Или сколько раз в год муж обязан дарить жене цветы? Это пункты из реальных брачных договоров. В Европе этот вид документа достаточно популярен. Так во Франции под венец через нотариусы идут примерно 15% пар. Этим же путем депутаты ЗАГС собрания Ленинградской области хотят отправить и россиян. Они обратились в Госдуму с предложением обязать молодых заключать брачные контракты. По словам автора инициативы Владимира Петрова, данная мера позволит снизить нагрузку на суды, а также предотвратит нарушение прав несовершеннолетних. Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями, что будет в случае измены. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой. Услуги по заключению брачного контракта Петров предлагает предоставлять бесплатно в районных отделениях ЗАГСов. Однако наш опрос показал, ни молодым, ни старшему поколению предложение не пришлось по душе. За редким исключением. Я против. Почему? Ну зачем? Это лишний раз ты подвергаешь сомнению своего, свою вторую половинку. Все пополам всегда. Я к этому отношусь отрицательную. Почему? Ну потому что любовь должна быть и доверие. Так, а вы? Крайне отрицательная. Почему? Ну старое воспитание, привыкли, что если вместе живем, все поровну должно быть. Забрачные. Только забрачные. Я всегда считаю, что деньги не главное в жизни. Поэтому я бы заключать не стала. Как в свое время, так и сейчас. Ни в коем случае. Мы и так хорошо жили. Если бы, например, у вас была шикарная машина и огромная квартира до свадьбы, вы бы заключили брачный контракт? Я думаю, нет. Я абсолютно доверяю своему любимому человеку. Так. То есть вы не думаете, что что-то может произойти между вами, поссоритесь, разведетесь и лишитесь половины имущества? Не хочу об этом думать. Чтобы об этом никогда не пришлось думать. Это мы желаем всем молодоженам. Тем более, что пока готовился материал, стало известно. Госдума России. Предложение отклонила. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев. Республика.